Столбик термометра в эти дни опустился гораздо ниже нуля. Это значит самое время серьезно задуматься о том, как уберечь свой организм от переохлаждения. Об этом мы решили поговорить с врачом-терапевтом Щелковской больницы номер 2, а заодно развеять или подтвердить самые популярные мифы о том, что можно, а чего нельзя делать в сильные морозы. Сейчас очень низкие температуры стоят за окном, поэтому одеваем те как можно теплее, как можно больше слоев одежды должно быть. Вообще в идеале должно быть 4 слоя одежды у каждого. Утеплять обязательно ноги, потому что ноги очень сильно переохлаждаются. Не забываем про варежки, потому что тоже микроциркуляторное русло в руках, очень такое нестабильное. И очень важно помнить про голову, потому что голова отдает больше 30% тепла. И при переохлаждении головы человек больше замерзнет, чем при переохлаждении других частей тела. Можно ли, когда выходишь и на улицу очень холодно, заматываться вот прям шарфом так, что ты ее рот закрываешь и нос? Создается эффект, как будто бы защищаемый от холодного воздуха, но на самом деле, когда мы вдыхаем, вот эти частички жидкости, которые мы выдыхаем с воздухом, они охлаждают вот эту ткань, наш шарф, вода кристаллизируется, и по итогу мы вдыхаем более холодный воздух, чем на самом деле он есть. Часть лучше дышать? Нет, лучше дышать носом, правильнее всего дышать носом. Почему? Потому что, проходя через верхние дыхательные пути, через носовые ходы, воздух быстрее согревается. Это, опять же, сосудистая реакция, потому что очень много сосудов мелких в носовой полости, чем ртом. Он не успеет достаточно прогреться, и до легких дойдет очень холодный воздух, если дышать ртом. Некоторые думают, что если вот напиться, ну там, горячего, да, там, чая, и там принять тоже такой горячий душ, и выйти как бы на пол, ты якобы будешь в таком более-менее, сохранишь, да, тепло, это правильно или нет? Смотрите, когда мы принимаем душ, любые эти термические такие вот, воздействия высоких температур, сосудистое русло у нас расширяется, то есть периферия расширяется, и теплоотдача значительно увеличивается. Выходя на улицу, мы будем терять очень большое количество тепла, что опять приведет к переохлаждению больше, чем к согреванию. Можно ли, когда ты выходишь на мороз, закапывать предварительно перед этим каплю в нос? Чаще всего люди пользуются сосудосуживающими препаратами, которые снижают, опять же, тонус сосудов и вызывают спазм периферический. В первую очередь это нельзя, потому что это все, опять же, жидкость охлаждается, да, и мы не даем стенкам носовых ходов в достаточной мере согревать воздух, который проходит через носовые пути для того, чтобы согреть воздух. Поэтому я бы не рекомендовала. Ну а тем, кто хочет обезопасить себя максимально, врачи настоятельно рекомендуют сделать профилактическую прививку. Те люди, кто прививаются ежегодно, они гораздо меньше болеют. А если и болеют, то осложнений мы практически не видим. А осложнений это достаточно серьезные. Поэтому, конечно, прививаться очень важно. Компанию от гриппа мы начинаем уже в августе месяце и продолжаем по ноябрь ежегодно. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».